Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии речь пойдет о формуле если, как ее использовать с множественными или с одиночными условиями, а также на выполнение будет у нас установлено или значение, или формула. Итак, первый пример, который мы разберем, это если с простейшим условием. Мы пишем формулу если, переходим в аргументы функции и пишем первое логическое выражение. Если f8 менее 50 тысяч, тогда будет статус а, если более, соответственно, статус б. Нажимаем окей и протягиваем формулу вниз. Видите? Второй пример, который мы напишем, это будет обратный пример с обратным условием. То есть мы напишем, если ячейка f8 более чем 50 тысяч, тогда нам необходимо поставить статус b, иначе статус а. Сейчас мы используем ячейки. Выделяем ячейку, нажимаем f4, тем самым закрепляем значение, протягиваем вниз. И последний пример, который мы напишем, это ввод формулы на прямую строку. Мы пишем равно если, далее пишем логическое выражение, выбираем менее 50 тысяч, в двойных кавычках прописываем, так как это текст, и протягиваем вниз. То есть данные три способа идентичны. Каждый пишет кому как удобнее. Нет каких-то алгоритмов, да, принцип один и тот же. Пример номер два, это использование вложенного если, или множественного если. Мы пишем формулу. Равно если, переходим в аргументы функции, выбираем ячейку. Если менее 30 тысяч, тогда это статус а. Далее переходим в поле имени слева и выбираем вторую функцию если. Прописываем второй аргумент функции если. То есть если больше или равно, тогда статус c. И соответственно, если первое и второе условия не выполнены, тогда статус b. Чтобы перейти к первому если, достаточно в формуле нажать по первому если. Протягиваем вниз, делаем заполнение, получаем результат. Отлично. Теперь давайте попробуем ввести 60 тысяч. Как вы видите, 60 тысяч это уже c. То есть мы его включили в более высокий диапазон. Пример номер три будет показывать, как рассчитывать скидку. То есть в данном примере нам необходимо прописать сначала условие, менее чем 30 тысяч. Далее цену умножить на соответствующую скидку. Нажимаем f4 для того, чтобы цена была умножена на скидку. Соответственно, второе условие мы берем опять-таки в левом верхнем углу. Прописываем цена умножить на 15 процентов, так как мы сейчас прописали функцию для 60 тысяч. И соответственно, если ни одно из этих условий не будет выполнено, мы прописываем третью формулу. f10 умножить на 10 процентов, через f4 фиксируем. Нажимаем окей и протягиваем вниз. Также нужно понимать, что с 2010 версии программы у нас доступна формула, если с знаком не равно. Сначала мы напишем простейшую формулу на текст. То есть, когда мы пишем условие на текст, мы должны брать его в двойные кавычки. Это правило Excel. Далее пишем, если это истина, значит столица. Если это не истина, значит дефис. Таким образом мы получаем отработанную функцию. Второй пример использования, если на знак не равно. То есть, если не равно Москва, значит это дефис. Если же равно, значит это столица. Все верно. Окей. И протягиваем вниз. Теперь давайте подведем итог, чему мы сегодня научились. Во-первых, мы научились писать простую функцию если, вложенную функцию если. Назначать аргументы из значений, введенных вручную. Из значений, которых мы брали в ячейки. И также мы использовали формулы, на которые мы могли умножать в данном случае на скидку. С вами был Полянский Алексей. Подписываемся на канал. Обязательно ставим палец вверх. Если понравилось, если не понравилось, обязательно ставим палец вниз. Спасибо за внимание. До следующей среды. До свидания.